Всем привет! И сегодня обзор портативного жидкокристаллического телевизора. Как видите, это E-Plutus, модель EP9511. 9-дюймовый экран имеет данное устройство, разрешение 1024х768. Обладает этот E-Plutus способностью, помимо аналогового, принимать еще и сигнал эфирного цифрового телевидения в формате DVB-T2. Ну и имеется также встроенный функционал медиапроигрывателя. Сейчас перед вами вы видите комплектацию. Помимо самого телевизора имеется пульт дистанционного управления полнофункциональный. Есть адаптер для питания от сети, параметры его 12 вольт, ток 1,5 ампера. Есть адаптер для подключения данного телевизора к автомобильному прикуривателю. Есть кабель 3,5 джек 3RCA для подключения либо телевизора к внешним устройствам, либо внешних устройств данному телевизору. Имеется простенькая антенна, которая, в общем-то, способна принять телевизионный сигнал только в очень хороших условиях. И есть вот такой вот, не знаю как назвать, я бы ее назвал просто липучка, можно ее назвать типа толстого двухстороннего скотча. Это для того, чтобы телевизор куда-то стационарно прикрепить, допустим, при использовании в автомобиле. Телевизор сейчас находится в таком собранном состоянии, то есть вот эта вот подставка, которая здесь в комплект входит, я ее уже закрепил. Уберу коробку. Я ее уже закрепил, как видите, может здесь меняться выше-ниже, может поворачиваться, вернее наклон регулироваться и регулироваться также поворот. Вот, имеются здесь на подставке два отверстия для того, чтобы уже, как говорится, совсем намертво где-то установить данный телевизор. Что касается комплектации еще, что можно о ней сказать из того, что здесь я как бы с этим столкнулся, пускай, ладно, так стоит, столкнулся я с тем, что вот особенность китайской как бы техники в том, что, допустим, какой-то мелочевки в комплектации может не хватать. Вот в данный момент, например, это батарейки, да, вот элементов питания здесь в коробке не было, вот. Но с другой стороны будет другая поставка, и там эти батарейки будут присутствовать. То есть вот такая вот особенность, это если вы где-то в магазине что-то приобретаете, и вам говорят, что батареек нет в комплекте, а вы говорите, у моего друга были батарейки, ну вот такая ситуация вполне может возникнуть. Ну и теперь вот давайте при таком вот опущенном состоянии, как бы, самым низкой посадкой такая телевизора, габаритные размеры, ну вот, 18 сантиметров, и здесь он 26,5 сантиметров. Если же его приподнять на данной подставке, сейчас мне здесь вот закреплю ее и подниму его, вот в таком поднятом состоянии, это максимально, он будет уже, ну, 22,5 сантиметра. Как видите, кнопки управления находятся частично сверху, это кнопки управления телевизором, и кнопки управления MP3-плеером находятся вот здесь вот. Наверху еще присутствует слот под карточки памяти. Я упоминал, под карточку памяти SD, либо MMC, я уже упоминал, что телевизор обладает функционалом MP3-плеера, вернее, не MP3-плеера, медиапроигрыватель. У него здесь встроенный есть. И он может воспроизводить вот файлы либо с USB-носителей, либо с карточек памяти, видеофайлы, музыкальные файлы, фотографии может, то есть, ну, все как у всех. Единственное, что, как и у остальной техники и плетус, нет поддержки многоканального звука. То есть, кодек IC3 здесь отсутствует, поддержка кодек IC3, соответственно, фильмы с многоканальным звуком, будь то Dolby Digital, ну, это то, что относится к кодеку IC3, либо, например, DTS, оно здесь не поддерживается, только стереозвук. Как видите, с тыльной стороны имеются два динамика. Кроме того, что есть возможность подсоединить подставку, установить на подставку, здесь еще есть стандартное отверстие, то есть, можно на каком-либо штативе, там, либо куда-то это все дело подвесить, отверстие с резьбой там. Вот. С левого торца находятся все коммутационные разъемы и основной выключатель питания, вот он здесь. Над выключателем питания идет гнездо для подключения зарядного устройства, либо блока питания, ну, как хотите, называйте. Просто, почему я так вот теряюсь в этих вот определениях, терминах, потому что данный телевизор имеет встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч, но данный аккумулятор скорее используется как какое-то вот такое резервное питание, потому что нигде не указывается время, в течение которого телевизор работает в автономном режиме. Вот. Над гнездом для подключения блока питания имеется индикатор, который показывает, что идет заряд встроенного аккумулятора, ну, по сути дела, красный светодиод. Над ним USB-порт для подключения внешних устройств, будь то USB-флэш компьютерный, либо внешний жесткий диск. Еще выше есть вход HDMI, то есть данный телевизор можно использовать как монитор, подключив к нему что-либо по, допустим, HDMI, либо обычный RCA, вот здесь 3,5 джек, есть разъемы, аудио-выход, аудио-видео-вход, аудио-видео-выход. Гнездо для подключения наушников, разъем мини-ВГА, и стандартный абсолютно РФ-разъем для подключения телевизионной антенны. Давайте посмотрим телевизор в работе, оценим картинку. Подключил антенну, включаю телевизор. Сейчас мы выберем соответствующий вход. Зайду я в ручные настройки этих цифровых каналов. Давайте заодно ознакомимся с менюшкой, которая здесь есть. Все как обычно в телевизоре, то есть есть настройка, автоматическая, ручная. Может выдавать питание 5 вольт, как любая цифровая, допустим, телевизионная приставка, на усилитель активной антенны, которая предназначена для работы от 5 вольт. Следующее – это настройка изображения, настройки звука. Причем звук здесь очень приличный. Таймеры включения-выключения. То есть имеются еще, ну это параметры, так сказать, это настройка языков, регионов. В общем-то здесь видно без этих, без пояснений каких-то, что это. Ну сейчас мы в ручном поиске. Просто в ручном поиске быстрее, чтобы не ждать, пока здесь пробежит все это дело. Это и метровый, и дециметровый диапазон. В принципе, все это цифровое вещание ведется в дециметровом диапазоне. У нас в Санкт-Петербурге два мультиплекса, которые разбиты на... Вернее, не которые разбиты, а которые разбиты по двум... Да, которые разбиты по двум частотам. То есть на частоте 35-го канала принимаются первые десяток каналов, и три цифровых радиостанции еще в этот пакет входят. Это пакет РТРС-1. И на частоте 45-го канала, на частоте 45-го канала еще у нас принимается еще один пакет РТРС-2. Это еще 10 телевизионных каналов. Есть шкала внизу, которая показывает плохой сигнал, ну, слабый сигнал с антенны, нормальный, либо... Все совсем печально. Что-то долго поиск продолжается. Не вижу просто заполнения шкалы. Сейчас я отсюда... А, отсутствует сигнал, написала по каким-то причинам. Ладно, сейчас поправим антенну. Я пользуюсь комнатной антенной. Вполне это может быть из-за этого. Вернусь назад, выставлю 45-й канал. Вот, все заполнилось. Антенку поправил, сигнал появился. И, соответственно, теперь уже можно произвести настройку второго пакета. Все, вот он нашел 10 каналов. Итого у меня в сумме получилось 20 телевизионных каналов. То, что он с первого раза не нашел, это как бы нормально совершенно для комнатной антенны. Потому что нужно для начала найти положение, в котором она должна стоять. Ну, теперь можно попереключать каналы. Оставить вот на России 24 для того, чтобы продолжить рассказ. Вот. Соответственно, что касается углов обзора. Вот сейчас у меня камера сверху показывает. Здесь все нормально. Боковые углы обзора у него, конечно, похуже. Но это касается, это справедливо для любых, по большому счету, маленьких экранов. Когда у них с углами обзора несколько хуже обстоят дела, чем у полноформатных телевизоров. Добавить громкость. Сейчас надо, наверное. Можете слышать, что здесь все хорошо с громкостью. Ну, и давайте посмотрим, как это все работает в качестве медиапроигрывателя. При непосредственном участии президента Порошенко и Филарета. Поменяем вход. Возьму USB. Допустим, фотографии. Папка с фотографиями. Выбрать какую-либо фотографию. Здесь, видите, запускается слайд-шоу. То есть, все здесь можно менять, паузы ставить, различные настройки. Все присутствуют. Следующее это видео. Так, сейчас не видео, музыка. Слева вот видео поставим. Ну, допустим, вот этот вот видеоклип. Ну, вы можете слышать, какой здесь прикольный звук на самом деле. Вот. Это обычный со стереозвуком видеоклип. Есть предварительный просмотр. Я просто не стал его упоминать. Это когда здесь вы остаетесь долго на каком-либо файле. Ну, сейчас вот посмотрим здесь музыкальное. То есть, вот, если выбрать и немножко подождать, то он как бы в окошке напишет информацию и запустит вот этот вот сам файл. Управлять удобно, как обычный проигрыватель. Плей, пауза и так далее. Сейчас я выйду отсюда. Теперь вернусь в обычный телевизионный режим. Всё очень быстро, всё очень просто делается с помощью пульта управления. И на этом, пожалуй, я хотел бы закончить свой рассказ о данном цифровом телевидении. Ой, о данном цифровом телевизоре. Напомню, это был портативный телевизор с экраном 9 дюймов. Модель E-Plutus EP9511T. Телевизор способен работать на приём как аналогового телевизионного сигнала, так и цифрового телевизионного сигнала в формате DVB-T2. Кроме того, телевизор способен воспроизводить различные медиафайлы с USB-носителей и карточек памяти формата SD либо MMC. Если вы являетесь жителем города Санкт-Петербург и его пригородов, то, пожалуйста, приходите к нам в магазин. Он работает каждый день, находится на Ириновском проспекте. Весь товар, который вы видите в обзорах, присутствует на прилавке магазина. Вы можете воочию ознакомиться с заинтересовавшим вас гаджетом и испытать его в работе. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч.